я так вот такие жирные кривитосы здесь прям я не я хозяйка блин по радио услышала что в сорок пятом году рассыпались какие-то красные блестки и подождите вообще сделаю детскую скидку всем привет мои хорошие начинаю новый влог сегодня целый день не снимала и вчера на самом деле не снимала объясню почему и выгляжу я не совсем свеженькой я не собиралась как бы снимать вообще видео но но я собираюсь готовить вкусняшки и хотела с вами поделиться и думаю ну ладно надо показаться просто эти дни все выходные мы просидели дома у дэнки был один день насморк потом то я себя отчета непонятно как-то чувствовал вроде носик то ли горло першила но сейчас все нормально все хорошо у дэнки уже два дня все прекрасно но как-то я непонятно себя чувствую и я обычно когда у меня такое непонятное состояние до на грани можно сказать я не рискую выходить на улицу я начинаю уже все пить там чай с медом со всеми делами ну таблетки ничего такое мы стараемся не употреблять без особой нужны нужды вот и я еще не мою голову когда я немножечко чувствую недомогание какое-то не мою голову потому что если помог голову часто я могу просто заболеть даже то что помыла голову когда мне холодно там да или может меня где-то знобит чутка хрен его знает или насморк у меня просто ну короче я стараюсь не выходить на улицу и не мыть голову такая вот у меня не знаю это с детства как-то так пошло поэтому я думаю и не буду снимать видео тут собираюсь готовить вкусняшку думаю ну как я не буду снимать видео как я буду снимать только вкусняшку о себя не покажу покажу девочкам себя вот такая вот я я еще давно сделала вот эту косичку и все она у меня держится вообще так долго в принципе можно было бы и ходить с такой прической да но я с одной стороны сделала со которую я не делала. В общем, сейчас я, наконец-таки, начала монтировать свои видео на английский канал. Боже мой, я так безумно рада. И мне кажется, у меня уже прокачивается английский ещё больше, потому что очень много новых слов. Ну, в общем, всё круто. Я на своих же роликах буду учить английский. Вот. И сейчас я хочу приготовить пасту с креветками. Я, по-моему, ни разу не готова. А, один раз, наверное, готовила. Но у меня огромнейшие креветки есть. Сейчас я вам, короче, всё покажу. Сейчас собираюсь готовить ужин нам с Денькой. Итак, первое, что я буду готовить, это вот такие вот макароны. Называются они талетели. Именно вот эта форма макарон. Такие плоские. Вот. Сейчас я посмотрю, сколько надо будет нам сделать их. Денька тоже такие любит макароны. Да. Сейчас я сварю вот эти макароны. А на гарнир у нас будет креветище. А ещё, девочки, аллилуйя! Вода. Пошла вода. Только я ещё её потихоньку по пол-литра сливаю. Она ещё, как бы, то мягкая, то жёсткая, непонятно. Вот сейчас мы вот это нальём. И с вами это посмотрим, сколько сейчас жёсткости воды. Да пусть она полностью сольётся. Она должна полностью слиться, Зая. Она сейчас сольётся и перестанет. Вот одну кружку вылила, вторую раз, и она, видите, чуть-чуть. Сейчас я измерю жёсткость. Вау, девочки, эту воду можно пить! 64, такого ещё не было! Представляете? 55 у нас в бутилированной воде. 64 вот сейчас, наконец-таки, мне вылилось. До этого я измеряла, было 200. Представляете? Сейчас вот я ещё слила, сейчас она ещё наберётся, надо будет ещё слить. Может, она вообще будет мягкая? Мне интересно, максимально какая. Блин, я сейчас попробую её выпить. Просто до этого мы пили отраву, понимаете? 480 было жёсткость. Вроде нет никакого привкуса. Запаха нет. Чё ты делаешь, мам? Вроде вкусная вода. Немного страшно, знаете. Одно дело в бутылках. Мам, чё ты делаешь, мам? Зай, одно дело в бутылках. Ты не знаешь, на самом деле, как она там ещё фильтруется. Та же с крана, да? А здесь вот ты знаешь, что натекла вот с крана, как бы там вот это всё прошло. Не знаю, всё равно какое-то сложное. В общем, у меня с этой водой было очень сложно. Я два раза вызывала сантехников. Они вроде пришли, поменяли мне сначала то, что неправильно сделали те, кто кухню устанавливали. А потом у меня вода не шла. Оказывается, она там всё это время что-то промывала, промывала. Там сутки, я не знаю, сутки промывала всё это дело, пока выйдет вся эта грязь. И только сейчас уже на второй день потихоньку... То есть она, знаете, как была там полкружечки выльется и перестала. Перестала. Всё, опять она там обрабатывается. Потом опять там через несколько часов полкружечки выльется и перестала. И вот ей нужно было вот так по чуть-чуть всё обработать. Всю грязную вот эту вот воду, которая в контейнере собралась, её просто, ну, так просто не выльешь там, да. И она должна была, короче, всё это прочистить, обработать весь. И вот только сейчас потихоньку, блин, я такая счастливая. Фильтр налажаю. Итак, наши тоалетели выглядят вот так. Я, кстати, не знаю даже, сколько штучек таких бросать. Варятся они 6 минут в кипящей подсоленной воде. Поставила водичку. А здесь у нас вот такие лакшери, вичи, аргентинские креветки в панцире, в панцире без головы. Вот. Сейчас я тоже прочитаю, как они готовятся. Я хочу в сливках что-то сделать. Так, вот такие жирные креветосы здесь прям. Вот. Я решила здесь их, ну, штук 20 где-то. Я решила их... Здесь есть рецепт маринада, но и также их варить надо 2-4 минуты. Отварить в кипящей подсоленной воде 2-4 минуты и применять в горячих или холодном виде в салатах или первых блюдах и так далее. Ну, в общем, я их отварю, да, получается. Или, может быть, я их сразу бы на сковороду со сливками. Так, для начала их нужно разморозить, оказывается. Так что будем размораживать и потом готовить. Так, здесь у нас варятся наши макарошки. Сейчас еще 3 минутки и они... Можно выключать их. Здесь я уже налила маслица. Очистила наши креветули. Сейчас я их не знаю даже резать, не резать. Они такие крупные. Наверное, не буду резать, пусть крупными будут. И приготовила я вот такой вот чесночок, который брала в фикс-прайсе. Он, кстати, очень аромат классный придает. Вот сливки у нас будут. У нас вот такие будут 10-процентные. Может быть, надо было больше убрать, но что-то я взяла 10. Я их подогрею, прежде чем туда заливать. И я думаю, что еще у нас сырочек будет там плавленный. Вот такая вкусная соль юдированная со всякими специями. И вот перчик еще. В общем, всего намешаю. Это у нас креветуречки. Жарятся, парятся, варятся. Теперь я залила наши креветочки сливками, стаканом сливок. Также я сюда добавляю вот этот вот сыр. Чеснок уже добавила. Аромат невероятный просто. Сейчас мы все это мешаем, доводим до кипения. Какое-то время варим небольшое. Я нигде вот такого рецепта не видела. Просто думаю, что если сочетать все это дело, то думаю, вкусно получится. Сейчас я еще зелени сделаю, петрушеньки сюда добавлю в конце где-то. Короче, вот в итоге я еще поперчила и добавила сюда петрушку, зелень. Все, сейчас она все это дело закипает. Я выключаю. Девочки, я сейчас попробовала соуса немного этого. Он просто какой-то amazing, amazing. что-то нереально вкусно. Оно пропиталось все креветками. Я даже не чувствую сливки, не чувствую сыра. Я чувствую просто как будто какой-то креветочный соус. Я выключаю. Просто бомбиссимо какой-то. Сейчас девочки накладываю. Так, деньги на пластилин уже тут накладываю. и понимаю, что это тот момент, когда ты сама себя креветками не обделишь. Когда ты приходишь куда-то и заказываешь себе салатик с креветками просто на счет. Там две креветки, три креветки. Единственное место, куда я там ходила в одно место, мне делают тольетели с креветками. И там кладут вот таких вот креветок, девчонки. Ну, может чуть поменьше, но их кладут штук пять и шесть. И у меня бывает даже макароны быстрее заканчиваются, чем креветки. Вот. Это единственное место. В основном везде креветок все время не хватает. А здесь все по макси. И мне точно их мало не будет. Все, приятного аппетита. Нравятся тебе длинные макароны? Денька не захотела. Ему только хотела положить. Он такой, нет, нет, нет. Приятного аппетита куши. Вместе с пластилином. Ой, мои девочки хорошие. Это, наверное, лучшее вообще, что я готовила за последнее время. Я не знаю, очень, очень вкусно. И прям как в рестике. Прям вот просто. Если бы мне такое дали, я бы обалдела. Самое интересное, что я, по-моему, креветки один раз в жизни готовила. И то какие-то маленькие, наверное. И то не дома, и то готовила не я, а рядом стояла. Типа того. А сейчас я в первый раз приготовила вот такие вкусные, обалденные креветки. Впервые сварила эти тольятели. Впервые интуитивно сделала такой необыкновенный соус. Это будет теперь моя короночка, девочки. Так что вот то, что вы видели, это невозможно вкусно. Я все съела. Единственное, я не я, хозяйка, блин. Я забыла почистить эти желудочки. Там нужно было разрезать и вытащить вот желудочки. Получается, я все вместе это приготовила. Где-то они, ну, лопнули, как бы, ну, как бы разетовалась, да, такая раскрылась креветка, и там уже нет желудочков. Ну, в двух штучках, да. А в остальных мне пришлось вот в этом соусе ковыряться и все доставать. Я не могла поесть, пока все это дело не достану, везде все повыковыривала. В общем, две порции для меня получилось. Сейчас я съела и на завтра оставила еще, а макароны сварю свежие. Я не стала много их готовить. Деньки зато две порции. Он любит макароны вообще, пока не успокоится, пока не съест все в кастрюле. Вот. Поэтому я сейчас вообще так вкусно поела, так вообще невозможно, я в шоке повторять рецепт. Ну, а теперь, мои хорошие, я буду показывать вам рецепт своего любимого чая. Это просто находка для меня. Я его уже говорила, наверное, где-то купила. Купила его, где я его купила? Где же я его купила? Я его купила где-то, короче, в кафе. Вот. И стихот, он мне нравится. Значит, смотрите, вниз я кладу сейчас дольку лимона. Кладу, что я сюда вниз? Дольку лимона и мед. Вот. Дальше я вот такую делаю штучку и сюда уже засыпаю всякие ингредиенты. Так, вот так это выглядит. Немного налью водички для того, чтобы оттаял лоу-мед. Немного размешаю. Теперь в нашу колбочку я добавляю чай. Чай я на ночь пью. Отличный чай. Добрый вечер с фикс-прайса. Как он выглядит? Вот так вот он выглядит. Он как раз таки с травами и на ночь его можно пить, с ним можно засыпать, даже хорошо спать. Дальше я беру тимьян и добавляю сюда веточки. Сейчас я буду делать на две чашки, поэтому на две чашки набросаю веток. И розмарин. Ну, в пропорциях где-то 50 на 50. Вот так вот я добавляю. Кстати, пакетик можно прям вот так вот прям туда. Вообще надо его отрезать, вот эту бумажку отрезать. Так, продолжаем. Наш тимьянчик. Мне он очень нравится. Вот так прям его. И розмарин вообще душистая ароматная травушка. У меня тут прям такие ветки. Вот они. Во. Прям я думаю хватит вот так вот. Все. И теперь мы это все заливаем. кипяточком. До конца, чтобы все пропиталось. Вот я две кружечки выпью. 7 часов. Я думаю, что я выпью две кружечки. Все, закрываем. Вот оно у нас там настаивается. Лимончик. Всем привет! Доброе утро, мои хорошие! Я сейчас привожу себя в порядок после всех этих выходных. Наконец-таки решила помыть голову. У меня все равно еще есть насморк. Ну, как насморк? У меня закладывает немного нос. Вот. Вот периодически. Вот два раза в день я пшикаю снупом детским и у меня освобождается нос. Все нормально. Дышу. Нет течения соплей каких-то. Извиняюсь за подробности. Так в целом чувствую себя отлично. Ни температуры, горло не болит. Все отлично. Я решила помыть голову. Уже пора. Дел много. Мне надо фотографироваться, снимать видео для вас. Мне некогда болеть. Сегодня Даньку отвела в садик. и он пока мы шли было холодно. Жутко холодно на улице. Просто ужас. И Даня такой мам когда в садик? Я говорю мы идем в садик солнышко. Он такой класс. Пришли и как раз сразу нашего воспитательства внизу была забрала он поворачивается ко мне пока мам и улыбается. Все. Я говорю сегодня вечером приду к 6 где-то да она говорит ну лучше пораньше. Сегодня кстати в чате в общем у нас просто там один не придет второй не придет заболел третий не придет короче я в итоге пишу я смотрю ну все болеют кто-то просто может не придет кто-то болеет на больничном я пишу сколько человек в группе сегодня она пишет 4 понимаете у нас в стойке оловянный солдатик в общем за эти дни пока была дома решила чуть-чуть восстановить лицо свое вот такая восстанавливающая регенерирующая маска это мне давала по-моему рубашка со своего магазина видите она такая незаметная очень пропитанная все вот я сейчас с ней похожу потом накрашусь оденусь и поеду по делам я все готовлю для вас интересный видосик так ну что пошла сушиться и приводить себя в порядок смотрите какая красоточка просто вытянула волосы потому что готовлюсь к прическе там некой и накрасилась такой натуральный мейк сделала надела черный костюмчик надела все теперь выхожу у меня в планах поймать где-нибудь Танюшу чтобы она меня сфотографировала там в одежде вот сделать вам пост и ну и заехать на рыночек кое-что купить ну в принципе и все девочки я короче застряла в куртке смысл в чем вот у меня тут спасительница сос Танюша смысл в чем я приехала дай поближе покажу вот смотри вот это вот бегунок я и короче сейчас давай еще поддеду Таня нету подожди короче это страшное дело у меня бегуночек застрял в ткань застряла в бегуночке и получается возле горла я никак ее не могла снять сейчас пришла к Тане Таня чуть-чуть ножом махала перед лицом у меня так страшно короче бегунок этот поддевала в итоге чуть расстегнула я говорю давай попробую снять через голову и вот девочки на и вот я застряла ну что ж ты за кошка если чуть-чуть вылезла должна уже капюшон надо было вытащить сначала хотя по капюшону должно как по маслу выйти вот свобода ура и сейчас если мы ее не расстегнем ты понимаешь я пойду раздетая домой я тебе дам кубку а ну да точно ты же у меня нет пойдешь раздетая так и что мне теперь вот как она ну не знаю ножом садись ножом ой девочки смотрите вот вроде все четко сделано все нормально я застегнула и до этого я умерила сто раз а сегодня да вот сегодня особенный день у Таня что-то там недовольная сегодня и у меня вот так понимаете что аж я такая вышла из дома и думаю блин это же я никуда не зайду нигде не разденусь сейчас буду мучиться вытащила девочки три секунды вытащила понимаете она себе очень сложная короче я теперь этот момент не забуду никогда и буду всегда подвигать вот эту штуку спасибо спасительница она ножом представляете вот так вот около моего горла она ножом поддевает это и думаю сейчас не дай бог я вообще такого стресса не испытывала давно уже фу девочки смотрите сегодня была на рынке опять зашла уже в другие магазины и нашла вот такое в общем это магнитится по цвету идеально видите и черный вот этот вот как бы вообще идеально потому что везде золотые какие-то красные золота непонятно там желтые золота и короче вот так еще делается вот я сейчас прилепила вроде хорошо держится все теперь вот так стоит и вот так могу держать фоткаться идеально в общем роста идеально 150 рублей делов тынь ой мои хорошие все посидела у Танюши в итоге планы были у меня видео снять какое-то но в итоге у Танюши хоть у нее и холодно но у нее точно теплее чем на улице на улице очень жесть у нас вообще так холодно что знаете ростовчане такие вау какой мороз это где-то минус 13 или минус 17 я точно не помню он мне показывает кстати телефон в машине не показывает сколько градусов на телефон тоже что-то не показывает сейчас ну покажи градусню сколько градусов-то сейчас покажет должен да да минус 13 ну не минус 17 по радио услышала что в 45-м году 24-го февраля было минус 23 как раз перед победой вот так что это не самый худший день как говорится люблю когда такие знаете аналогии проводят с каким-то годом таким же днем другого года да короче Танюша меня спасла вот все нормально с курткой она целая пофоткались образы классные в инстаграме смотрите они такие классные я там с шапкой яркой сфоткалась и с черной вот и девочки подсказывают мне с какой лучше шапкой смотрится вот но с яркой это хочется если мне хочется чтобы меня заметили знаете там я одеваю яркую шапку такая вся яркая буду там фотографироваться если еще что-то а так просто чтобы меня никто особо не обращал на меня внимания то черная ну хотя в черной тоже очень стильно очень классно куртка на самом деле теплая очень теплая единственное что она короткая да но я специально взяла короткую для машины то есть мне удобно вот и сейчас если бы я на самом деле вот костюм еще тоже теплый если бы я под этот костюм одела там термобелье или какие-нибудь штанишки или теплые колготки мне было бы намного теплее даже в минус 13 вот а еще и обувь стояла где-то на холоде у Тани и обувь ледяная куртка как будто вот на печке лежала теплая я ее одела а обувь как будто во льду стояла короче в итоге я просидела у Тани до 5 часов и просто мчу за малым и сегодня у нас приезжает путешествующий учитель вот в буддийский центр и мы с Денькой поедем туда я послушаю лекцию по дороге сейчас накормлю его где-нибудь потому что в садике он так себе ест но я сейчас спрошу если он хорошо поел то отлично вот короче немного побудем на лекцию наверное часам к 9 так уже поедем домой и сразу ляжем спать все приехала жду малышек когда его оденут и выведут на улице жуть как холодно ты в поросятах знаешь толк это вы играли так в садике пугает мамку ты кусаешь ты кусаешь что в садике сегодня делали ты спал сегодня в садике я думала что я во что-то влезла и такая, думаю, на штанине что это такое рассыпались, какие-то красные блестки а это просто лампочка красная вот, вот это я чуть не обалдела, вот так пусть горит сердце в пятки ушло смотрите, малышу не моя заснула, козюлька не спал, это он пошутил, сказал, что спал в инстаграме, спал, спал кашу ел, ел, правда а вот спать не спал, нифига, просто с открытыми глазами лежал но он иногда может тогда сейчас надо его разбудить, иначе он не уснет сегодня вечером немножко была прикручена вот эта фига, ну наверное, пришли на лекцию а это нет Денька Гульски смотрит, тихонько может сегодня я хоть послушаю лекцию полностью ну что, девочки, мы дома, Милка нас встречает она постоянно выбегает в коридор а Денька их заносит, это ритуал у нас конфетку конфетку купили, маленький чупа-чупс мини и мы зашли на самом деле в пятерочку я сейчас вам покажу, что купили, у меня просто на втором канале уже был видео обзор пятерочки, только что вообще, сегодня даже вышел, вот поэтому поэтому я вам покажу сейчас, что я купила, ничего особенного не так много, вот можно и сюда показать, но прикольные есть продукты, смотрите, Денька как сегодня у меня тусил, это у нас термо-бельё из Фуберлик, сверху шортики как, знаете, эти спортсмены обычно я такого увидела, мы сегодня в БЦ ходили вот он так ходил ну давай, куся, чупа-чупа-чупа руки, руки помыл? бегом ручки мыть, быстренько в общем, я не знаю, как вам там что видно ну, сейчас я вам покажу разберём пакетик, что я купила так, хлеб отрубной это как всегда мы его едим а дальше виноградик мы с Денечкой сейчас включим телевизор вязанку у тебя взяла, да телевизор наш любимый, виноград без косточек я взяла я взяла морковь, вот такую вот со спаржей, кстати, я ещё не пробовала со спаржей морковь попробую, это я взяла специально для рулета куриного одна из подписчиков мне посоветовала я попробовала, балдёж да, кушай, зайка, пока я показываю для такого вот рулета нам понадобится лаваш он бездрожжевой, армянский хороший лаваш вот и на него, я покажу это в видео буду делать, потому что отдельные видео не зашли, но, кстати, куриный рулет по-моему, у меня здесь отдельное видео на этом канале есть вот, и нужна вот такая курочка копчёная окорок варёно-копчёный вот, разделывается все слоями сыр, майонез, но я хочу вместо майонеза что-нибудь полезнее использовать я кусаю у меня как-то соусы есть, ноль калорий там, вот, может быть, что-то я взяла мой любимый сыр именно российский, красная цена беру, не знаю, мне очень нравится и вот один я взяла на рулет, а второй это, ну, Дэнь, кто любит кушать и он этот рулет не кушает вот, также мы взяли яблочный сок это Дэня просил, да, яблочный сок ещё я взяла Альпра, смотрите 750 миллиграмм, стоит 155 рублей я вообще увидела Альпра, типа, кокосовая думаю, а, 30% от дневной нормы так, куда прибежала? пока никто не видит, уже ходит по столу короче, 155 рублей 750 грамм ну, короче, я давно уже кокосовая не пила вообще я покупаю кокос, мякоть кокоса 100%, но без всяких добавок и замораживаю в ячейке в морозилку вот, а потом просто там развожу 3 к 1 с водой, например, и пью но в последнее время для меня жирновато кокосовая почему-то ещё раз взяла, чтобы убедиться, что жирновато для меня, моя соевая номер 1 ну, короче, 155 рублей, что-то я решила дальше, девочки то, что вы видели, я взяла ещё то, что вы видели блюдо мне очень понравилось, моя короночка и я поняла, что такие вот креветочки аргентинские, огромные, лакшери они должны быть у меня в морозилке на случай, если вдруг я захочу морепродукты повторить эту вкусняшку только я забыла сливки взять понимаете? так, вместо сметаны натуральный данон взяла один ну, потому что я не знаю, с чем пока что его есть ещё я решила себе побаруливать экорочкой, да, взяла вот такую в пятерочке это 390 рублей, по-моему, стоит или 380, где-то так 300 с чем-то так, Денькина вязанка любимая да, 239, по-моему, цена её без акции она была так, я ещё взяла, девочки, вот такую скумбрию замороженную, видите? такую скумбрию я взяла зачем? для того, чтобы её самостоятельно посолить и тётя Таня, Кристина, она мама отлично солит скумбрию я у неё спросила, она мне сказала чуть растает солим по-моему, чуть растает я ещё раз ей позвоню, тётя Таня и спрошу, как она делает чуть растает, мы её солим ну, так как я люблю малосолёную и я дома вот у тёты Таня попробовала малосолёную, ну, просто восхитительно я говорю, тётя Таня, вы где такую рыбу взяли? она говорит, я сама солю покупаю замороженную солю чуть больше ну, допустим, просто мы солим, да а я, говорит, солю чуть больше, чем просто, да солим, чтобы она прям солёная была и она, короче, впитывает через 3 часа её можно есть понимаете? и такую вкуснотищу дайчики обязательно надо сейчас всё делать кучу всего так, кета натурального копчения на буковой щепе щепе я решила попробовать она была по акции поэтому я думаю, ну, а чё не попробовать? 119 рублей, вот такой небольшой кусочек стоит вот, на буковой щепе попробую кету не пробовала отличается ли она чем-то от форели или лосося посмотрим ну, и взяла вот такое бедро с кожей охлаждённое это для запекания мне понравилось и беру ну, как бы, я не нашла тот, который я брала до этого цыплята бройлер они без кожи и без кости они очень клёво запеклись мягенькие, да остальные, которые я брала, мне не понравились ну, короче, я кожу снимать не буду теперь я буду делать с кожей чтобы сочность всё внутри ну, и то, что это небольшие кусочки мне тоже понравились ну, это тоже цыплята бройлеров натуральные бедро с кожей охлаждённое в общем, для запекания взяла казалось бы, ничего особенного не взяла девоньки а потратила, мои хорошие 2,358 и оказывается, в пятёрочке есть скидка мне говорят ой, подожди, я вам сейчас сделаю детскую скидку я говорю, а что это за детская скидка? первый раз слышу они говорят, скидка детская по средам или по средам, да правильно говорить или по средам напишите по средам, да по средам я бы сказала по средам ну, вот всегда я такая думаю так, если бы я сказала по средам значит правильно по средам, да если бы я сказала торты значит правильно торты это про меня, да короче, скидку сделали 170 рублей с чем-то получилась скидка. Короче, по средам. Детская скидка. Я говорю, а пенсионерам как? Она говорит, а пенсионерам по понедельникам. Я не знаю, как у вас, по понедельникам 10%, а в остальные дни 5%. Вот. Так что в пятерочку по средам теперь буду ходить. Все. Сейчас что? Я доем свои креветки. Вот. Покушаю. Денька. Денька, Денька, Денька. Что-то сейчас покушает тоже, да? Легенького поесть. А, творожок. На ночь покушает творожок. Я ему сделаю. И все. Пойду его укладывать, потому что... А, мы с лекцией ушли. Дайте, я вас возьму нормально. Надо мне сейчас в морозилку все убрать. Быстренько скажу. Мы с лекцией ушли, потому что Денька начал смеяться. Лекция идет, понимаете, тишина везде. Я его включила тихонько в мультике, чтобы он их смотрел. В итоге я нашел какой-то смешной мультик и начал хохотать. Я ему говорю, Денечка, потише, 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 но ребенок хочет, не может остановиться. Я говорю, тогда пойдем. И он начал что-то скандал поднимать. Короче, пока что лекции мне не даются, но сколько? Полтора часа лекции я послушала. Это полтора часа. Это очень круто, на самом деле. Полтора часа лекции. Вот. Так что завтра еще будет лекция. Но я не знаю, завтра я попаду или нет туда. В общем, все. Сейчас распихиваю все по холодильнику. Мы сейчас кушаем. Укладываю Деньку спать и иду монтировать видос. Все, кружечки мои. Мы ложимся спать. Вот. Я не знаю, это коротенькое видео. Наверное, вам все равно выставлю на завтра. И сейчас надо бы малого уложить и быстренько вам смонтировать этот видосик. Что толкаешься? Толкает меня. Говорит, что толкаешься? Нормально? Ты что толкаешься? Толкаешься. Наглая жопа. Раз. Вот. В общем, мои крошечки спокойной ночи. Наелись от пуза. Вот. В общем, все хорошо. Настроение хорошее. Самочувствие прекрасное. Завтра в 6.30 встаем. Как обычно. Я, кстати, рада, что я начала утром рано вставать. У меня какой-то тонус. Я кучу дел успеваю попеределывать. И, ну, я на самом деле рада. Очень рада. Единственное, что когда тебе никуда не надо конкретно, да, и ты сам такой берешься в руки и думаешь, буду вставать в 7 утра, да, под будильник. На самом деле, хорошее дело. Хорошее дело. Напишите в комментариях, кто вот встает под будильник или сам вот встает в 7 часов. Может, у кого-то внутренний будильник постоянно, да, вот встает вот рано, да. Просто потому, что он знает, что так надо вставать рано. И вот он встает рано сознательно. Вот даже, да. Даже не то, что у кого внутренний будильник, но кто сам встает. Хотя, знаете, я могла раньше и раньше, ну, проснуться в 7, но я не встаю в 7. Я организм, говорю, спи, спи, спи. И только когда я уже вижу на часах 11-12, я встаю. Вот как-то у меня вот так вот, да. А так я буду валяться, присыпать, засыпать. Но это не то. Ведь самый смак встать именно и начать творить дела. Вот. А мне интересно, много ли среди моих подписчиков людей, которые сознательно встают рано. Как, знаете, там, хорошую привычку. Вставай рано. Вложись там в 11, вставай там в 8, да, в 9. Напишите в комментариях. Все, мои хорошие, я вас люблю, целую. Обращаюсь до следующего видео. Я все же готовлю видео для вас интересное. Вот. И я надеюсь, что следующее будет оно. Потому что я сама вся в нетерпении. Очень хочу вас сделать. Надеюсь, оно вам будет понравиться, будет полезным, интересным, простым. И вы тоже захотите повторить. Вот. Все. Пока-пока. Заинтриговала. Ты будешь говорить? Ты будешь говорить пока.